Однажды Павел, обращаясь к церкви Колоссах, он пишет такое обращение, это Колоссянам 1 глава 12 стих, где говорит, «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов». Слава нашему Богу! Слава Иисусу Христу, Который пришел в этот мир! Слава Богу, Который призвал нас к участию в наследии святых, Который избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство возлюбленного Своего Сына, в котором мы имеем искупление наших грехов, мы имеем прощение. Слава нашему Богу! Пусть наш Господь касается наших сердец, чтобы наша задача была не потерять то, к чему мы призваны, то, куда мы вошли, чтобы нам этого не потерять. В 1994 году американская христианская организация, которая название «Фокус на семью», начала продвигать идеи, чтобы поощрять, благодарить всех, кто несет служение пастыре. Вот у них появилась такая идея. 1994 год. И люди услышали и поставили, чтобы второе воскресенье октября, как бы это один день, но на протяжении недели или даже месяца люди благодарят. Люди вспоминают тот труд, который несут служителя здесь, на земле. Это нелегкий труд, который требует не только времени от служителей, но и полного посвящения этому труду. Знаете, некоторое время назад я стал больше видеть, насколько действительно тратится своего времени от семьи, забранного этого времени, сколько требуется действительно посвящения человека, трудясь на этой небе. Очень часто люди сегодня смотрят на эту позицию как на привилегию, как на власть. То есть люди, находясь на этой позиции, имеют какую-то привилегию, какую-то власть. Но знаете, очень часто люди не видят, не знают, что действительно требуется от этого служения. Что такое, что значит пастырь? Это тот, который определяет направление или путь для своей паствы. Это люди ответственные, которые определяют направление и путь для своей паствы. Это тот, который знает, когда и чем, и в какое время надо кормить, или лечить, или говорить вовремя. Это тот, который должен чувствовать. Это тот, который несет заботу, попечение о каждой овце, о каждой душе, которая находится в его пастве. Это тот, который помогает заблудившейся овце найти выход. Буквально недавно, наверное, пару дней назад, мы едем с Александром Винокуровым, и мы по полям, большинство, как говорится, ездим по селским таким дорогам. И вот коза, у которой рога довольно-таки немаленькие, она пролезла в такую сетку, туда-то она пролезла. А вот представьте себе, как обратно вылезти ей. Она здесь, на улице, как говорят у соседа, всегда трава зеленее. Она это испытала, она вылезла, но я представляю, она залезть и назад не сможет. То есть должен прийти пастух, который должен помочь этой овце, которая вытащила не туда, куда надо голову. Это обязанность пастыря, заблудившуюся, или которая отбилась от стада, вернуть ее. И еще очень важное, это тот, который несет ответственность и в свое время даст отчет. Очень часто люди именно этого не замечают. Что это есть ответственность, и это есть то, за что человек, мало того, за себя каждый будет отвечать, но именно служение пастыря требует ответа или отчетности в свое время, когда Христос спросит. Христос в одной из притч своей говорит, что найдя одну потерявшуюся, небо радуется. Это будет Луки 15 глава, 4 стих. Кто из вас, имея сто овец, потеряв одну из них, не оставит ли девяносто девяти в пустыне и не пойдет за потерявшуюся, пока не найдет ее? Он идет, он ее ищет, потом созывает друзей, найдя ее, и говорит, порадуйтесь со мной, я нашел ее. 7 стих говорит, сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся. То есть, Бог, небеса радуются, когда вот этот пастырь, который, неся ответственность, вернул ту заблудившуюся, которая заблудилась. Один из примеров, когда-то Давид, стоя перед Саулом, Голиаф там, как говорится, рвал на себе одежду, я вас всех разорву, мы победим вас. Народ был в смятении. И вот Давид, подойдя к Саулу, и сказал Давид Саулу, раб твой, пас овец у отца моего. И когда приходил лев или медведь, и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умершлял его. Знаете, эта короткая история, которую я прочитал, показывает характер пастыря, как Давида, который даже ночью или днем, когда нападал на его стадо, нападал медведь или лев, он не проспал. Он в свое время увидел, догнал, забрал и, возможно, забрал, может быть, какую-то часть уже от этого льва, но он не отдал его. Иоанна 10 глава, 3 стих, я буду сначала читать 11, и потом мы вернемся к 3. «Я есть им пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. И овцы слушают голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их, потому что знает голос и выводит их. И когда выводит своих овец, идет перед ними, и овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Прочитав вот этот стих, мы можем задать вопрос и сказать, зачем нам сегодня церковь, пастырь или служителя, когда мы имеем нашего пастыря Иисуса Христа? И знаете, сегодня очень часто возникают вопросы, когда говорят, у нас есть пастырь, это мой Иисус Христос, он меня спас, я за ним иду, зачем мне церковь, зачем мне служителя? По одной простой причине, потому что сам Христос сказал, Матфея 16 глава, 18 стих, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Христос создал церковь, оставил церковь здесь на земле и сказал, «Я создам церковь мою». Христос в своей церкви установил порядок, установил правила, которые должны действовать, и мы должны жить по ним. Ефесянам 4 глава, 11 стих, очень детально апостол Павел здесь опишет и говорит прямо, «И он поставил, то есть Иисус поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Чтобы тело Христова созидалось, Христос оставил или Он поставил, как здесь мы читаем, апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей для созидания тела Христова. Это не люди придумали, это не люди придумали себе власть пастыря, и вот теперь вы, как говорится, наши члены церкви. Нет, это Христос поставил этот порядок, эти правила, создавая церковь, Он поставил людей, которые бы пеклись или несли заботу, чтобы церковь росла. Безусловно, Христос есть Тот, Который является выше всех, Который дает знания, дает мудрость, дает Духа Святого. Знаете, я верю, что служителя, которые в нашей церкви, я говорю сегодня за нас, потому что мы здесь, служителя в нашей церкви, их поставил Господь. Если бы я так не верил, я бы здесь не был. И мы сегодня должны твердо знать, что в нашей церкви те служителя, которых поставил сам Господь, сам Иисус, Он в свое время сделал это дело, чтобы церковь созидалась, чтобы заблудшая овца или член церкви, который уклонился, чтобы его вернуть. Пораненная, которая поранился, может быть, сделал, начал уклоняться, грехи начали ранить душу, перевязать, вернуть этого человека. Но я не хочу сегодня говорить об обязанности пастырей, как это год назад у нас уже было, мы говорили об обязанности пастырей, какая обязанность у них. Я бы сегодня хотел обратить наше внимание, какая обязанность сегодня наша паства. Вот мы, находясь под их руководством, какая наша обязанность сегодня. Первое, мы уже читали, Иоанна 10 глава говорит нам четко и конкретно, мы должны знать голос пастыря. Я еще раз прочитаю. Овцы слушают голоса Его, и Он знает своих овец по имени, и выводит их, и когда выводит своих овец, идет перед ними, и овцы за ним идут, потому что знают голос Его. Откровение 3 глава, 20 стих. Все стою у двери и стучу, есть ли кто услышит голос Мой, и отверит дверь, войду к Нему, и буду вечерить с Ним, и Он со Мною. И вот справедливый вопрос можете задать и сказать, это же говорится о Христе, о том, что Христос идет впереди. Христа голос мы должны знать. Да и аминь. Но Христос дал власть, обязанность и ответственность служителям, которым деледировал свою заботу о церкви, чтобы здесь на земле сегодня, находясь служителя, они несли заботу о церкви. Он учит их, что надо делать. Как когда-то Бог дал власть Моисею. Давайте мы прочитаем исход 4 глава, 12 стих. Для меня эти стихи, когда я их впервые прочитал, были немножко даже непонятны. «Итак, по идее, я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Это Бог говорит к Моисею. «Моисей сказал, «Господи, пошли другого, кого можешь послать?» И возгорелся гнев Господа на Моисея, и он сказал, «Разве нет у тебя Аарона, брата, левитянина? Я знаю, что он может говорить вместо тебя. И вот он выйдет навстречу тебе и увидит тебя, возрадуется в сердце своем». И увидев тебя, возрадуется в сердце своем. «Ты будешь ему говорить и влагать слова Мои в уста Его, а я буду при устах твоих и при устав Его и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя народу, и так, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога». Я когда прочитывал эти слова, для меня было непонятно, это целый непонятное какое-то такое, «Ты ему, он тебе». У Бога есть свои планы. Бог поставил служителей, Христос поставил, когда влагает им на мысль, дает им разум, чтобы руководить этой церковью, как когда-то он говорит, «Ты будешь говорить Аарону, я буду говорить тебе, ты будешь ему вместо Бога». Что-то подобное сегодня происходит, когда мы говорим, что Христос является пастырем нашим, да и аминь. Он есть Тот, через Которого мы имеем спасение. Но мы должны также знать и голос пастыря, который здесь с нами сегодня. Следующее – быть послушными пастырю. Это очень важная задача. Конечно, мы говорим об богобоязненных и правильных пастырей, которые сегодня не учат греху, не учат беззаконию. Мы говорим о тех, которые сегодня, смотря в Слово Божие, учат закону Божию. Сегодня, к большому сожалению, люди часто не считаются с пастырями. И чем дальше мы идем, как говорится, вглубь нашей жизни, мы больше и больше замечаем это, когда люди позволяют говорить неуважительно, когда люди потыкают и пытаются ущемить или ущипнуть, найдя какое-то слово. Этого не должно быть. Мы должны быть послушными пастырям. Эфесянам 4 глава 11 стих я уже прочитывал и еще раз прочту немножко дальше. И он поставил, мы читали всех служителей, в том числе и пастырей, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры, в познание Сына Божия и мужа совершенно в меру полного возраста Христова. Мы придем в единство веры. Чья задача сегодня, чтобы церковь была в единстве веры, приходила в возраст, полный возраст, в меру возраста Христова, дабы мы не были более младенцами. То есть задача служителей, ответственных на этой земле, в церкви, заботясь о церкви, чтобы церковь не была младенцем, или в церкви не было младенцев, которые бы на протяжении всей своей жизни живут и не растут, оставаясь младенцами. Но истинной любовью все возвращались в Того, Который есть глава Христос. Это прямая обязанность, которую Бог возложил на пастырей. 2 Тимофея, 4 глава, 1 стих. Мы можем увидеть следующее, то, что апостол Павел говорит Тимофею, «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисуса Христа, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царстве Его». Апостол Павел обращается к Тимофею, который также является служителем, пастырем в церкви. Он говорит, «Заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом». Что делать? «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины обратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем. Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение Твое». Служение пастыря, говорить, обличать, увещевать, наставлять, какая наша обязанность? Наша обязанность — быть послушными. Не ожесточаться, но быть послушными. Кто-то сказал такое выражение, «Если мы не научились быть послушными нашим земным родителям или нашему земному Отцу, который нас по плоти родил, можем ли мы быть послушными Отцу Небесному? Если мы не научились быть послушными Отцу земному, можем ли мы быть послушными Отцу Небесному? Если мы не способны быть послушными Послушны пастырям, которых мы видим, которые нас обличают, наставляют, вразумляют, они заботятся о нас? Будем ли мы способны быть послушны Иисусу Христу, который есть пастырь наш? Ответьте себе на эти вопросы. 2 Офесянам 3.1. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. Следующее послание – это Евреям 13.18. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Они нуждались в молитве, чтобы о них регулярно церковь молилась. Знаете, мы должны заботу иметь, чтобы просить у Бога, чтобы Бог, благословляя их разум, мысли, сердце, давал им правильные мысли. Сохранял их от всякого уклонения от истины. Мы должны молиться, мы должны поддерживать наших пастырей. Следующее, о чём бы я хотел сегодня сказать, может быть, это касается не только как к пастырям, наши отношения, но больше. И в начале этой главы мы можем увидеть, это Езекииля 34 глава, где говорится об ответственности пастырей. Какая их ответственность? Если кто хочет почитать, вы можете это прочитать, Езекииля 34 глава. Но я бы хотел прочитать именно с 17 стиха, где говорится следующее. «Вас же овцы мои, так говорит Господь, Бог, вот я буду судить между овцою и овцою, и между бараном и козлом. Разве мало вам того, что пасётесь на хорошей пажите, а между тем остальное на пажите вашей топчете ногами вашими? Пьёте чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими? Так что овцы мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущёно ногами вашими. Посему так говорит им Господь Бог, вот я сам буду судить между овцою тучную и овцою тощую. Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами вашими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, то я спасу овец моих, и они не будут уже расхищённы и рассужу между овцою и овцою». Знаете, мы должны точно знать, мы не должны быть бодливыми, мы не должны толкаться, мы не должны, питаясь хорошей пищей, топтать остальное. Мы не должны пить воду, вернее, мы пьём чистую воду, но мы не должны мутить другую оставшуюся воду. Это наша обязанность нас, паства, которая сегодня идёт за пастырем. Давайте подведём итог и придём к заключению. Мы должны знать голос пастыря, мы должны быть послушны ему. Мы должны молиться за наших пастырей, и мы не должны быть бодливыми. Мы должны иметь любовь один к другому. Мы должны исполнять волю Божью. Я призываю сейчас нас всех к молитве. И давайте мы помолимся за наших пастырей, за их семьи, чтобы Господь действительно полагал им на сердце правильные мысли, слова, действия, чтобы церковь, она возрастала, приходила в полный возраст Христов. Чтобы мы помолимся за нас, чтобы мы, находясь под их руководством, не были теми, о ком мы сейчас слышали. Чтобы мы были послушны, чтобы мы не были бодливыми и тому подобное. Да будет имя Божие благословено. Ему за всё слава. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok